Теперь для тех, кто хочет работать с Ubuntu, разберемся с тем, как установить Ubuntu в VirtualBox. По-хорошему, конечно, поставьте себе и CentOS, и Ubuntu, и в дальнейшем выполняйте все действия по урокам и в этой операционной системе, и в той операционной системе, чтобы понять разницу. Заодно обновим нашу с вами документацию по LPI. В принципе, никто вам не запрещает использовать и другие дистрибутивы. Вы можете какой-нибудь свой любимый дистрибутив тоже засунуть в VirtualBox и поработать в нем. Мы сейчас будем говорить именно об Ubuntu. Как обычно, для работы нам нужно в браузере поискать Ubuntu, найти ее где-нибудь. Вот у нас сайт есть Ubuntu.ru, Ubuntu.com, в принципе, неважно, они абсолютно одинаковые. Давайте мы с вами перейдем на Ubuntu.ru, хотя боюсь я, что она скачается тогда на русском языке. Ну ладно, это будет для нас челлендж такой. И здесь у нас есть наверху сразу скачать Ubuntu. Давайте посмотрим все-таки Ubuntu.com, чем отличается Ubuntu.com. Ubuntu.com все-таки посимпатичнее, давайте-ка мы с ним повозимся. Они стали отличаться, русский сайт и глобальный. Давайте возьмем глобальный, потому что нам нужно англоязычную Ubuntu. И у нас здесь есть Download Ubuntu. Вы видите, здесь у нас версия уже 18.04, то есть 18-й год, четвертый месяц, буквально вот только-только появился этот дистрибутив. У CentOS мы только что с вами ставили 17.08. Так вот, мы выбираем Download 18.04 и Ubuntu уже, в отличие от CentOS, она различается. Есть десктопная версия, есть серверная версия, есть облачная версия, есть много разных вообще еще интересных штук. Десктопная версия. В прошлый плейлист я записывал на Ubuntu десктопе, только там версия была какая-то древняя, 15-го года, если я не ошибаюсь, когда я начинал записывать этот десктоп. Я сейчас постепенно обновляю уроки, поэтому я предлагаю вам использовать Ubuntu сервер. Ubuntu сервер, он отличается от десктопа тем, что в нем, во-первых, по умолчанию нету графики, во-вторых, в нем есть куча пакетов предустановленных, и в-третьих, в нем мало навороченных интеллектуальных штук, которые они запихали в десктоп, так, чтобы десктоп стал похож на винду. Соответственно, в Ubuntu десктоп очень много механизмов непрозрачных, с которыми нужно возиться и разбираться, что они делают и зачем, это все отключено в Ubuntu сервере. Нам для образовательных целей лучше, чтобы все было прозрачно и отключено по умолчанию, поэтому выбираем Ubuntu сервер. Ubuntu сервер у нас с вами прямо вот здесь вот наверху можно скачать. Это LTS, Long Term Support, как нам показывает браузер, то есть версия, которая будет поддерживаться долго, а именно 5 лет, до 2023 года. Вот ее и с вами и скачаем. Сейчас у меня начнется скачивание для этой Ubuntu, а мы тем временем перейдем в VirtualBox. Придется немножко изменить разрешение экрана. Значит, английский Enter нас устраивает, английская раскладка Dan нас устраивает. Спрашивает, как мы будем устанавливать Ubuntu. Здесь есть интересный вариант Moase. Это такая интересная кластерная установка в облако Ubuntu. Это такая у них интересная технология. Нас сейчас это не интересует. Мы ставим обычную Ubuntu, простенькую для работы с нашими уроками, выбираем с того Ubuntu. Спрашивает, какой использовать сетевую карточку. Вы видите, то, что здесь получился сразу адрес 10.0.2.15. Это как раз-таки тот самый диапазон NAT, который никак с моей реальной сетью не пересекается, но VirtualBox будет в эту сеть давать интернет. Да, меня устраивает как раз вариант Will Use DHCP для IPv4 с этим адресом, поэтому я нажимаю Done. Спрашивает, есть ли какой-то прокси, через который нужно выходить в интернет. Нет, никакого прокси нет. Нажимаю Done. Он спрашивает, как разбивать жесткий диск вручную или автоматически использовать весь диск. Опять же, пусть Ubuntu сама сейчас за меня все это сделает. Она видит, что у меня есть диск на 30 гигов. Я все интер нажимаю. Предлагает его разбить таким образом, что у нас будет с вами для BIOS и для граба вон там вот раздел в 1 мегабайт. И второй раздел корневой с файловой системой EXT4 на 30 гигов. Все как ей нравится. Пусть хочет, чтобы было так, пусть будет так. Я не буду ей мешать. Хочу продолжить. Пусть затирает весь диск. И теперь она нас просит как-то персонализировать нашу операционную систему. Давайте я скажу, что пользователь будет CIMAEV. Виртуальная машина у нас называется UBN, если я не ошибаюсь. Давайте логим, пусть тоже будет CIMAEV. Пароль пусть у нас будет, как в CentOS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, чтобы я не сбивался. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можно сразу импортировать SSH ключи для работы. Не будем сейчас заморачиваться. Нажмем Done. И вот он нам показывает, как происходит установка. В принципе, уже сейчас процесс идет довольно-таки активно. Он ставит, устанавливает все пакеты. Это все быстро сейчас подойдет к концу. Все, можно сразу ребутаться. В конце просит выбросить дистрибутив. Мне кажется, он его уже сам выбросил. Да, вот здесь у меня снизу CD-ROM иконочка такая бледненькая. Нажимаю снова Enter. И вот моя виртуальная машина красиво стартует. Вот она стартанула. Давайте сразу попробуем в нее войти. CIMAEV. Пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отлично. Я в системе. Точно так же, как в CentOS, нужно ее подготовить. Во-первых, я скажу C на минус S, чтобы перейти в режим суперпользователя моего рута. Отлично. И здесь будем, собственно, все врубать. Во-первых, мы проверим, что у нас работает SSHD. Я привык делать сервис S, что-то статус писать. Сейчас будем переходить на System.CTL. Вижу Active Running, прекрасно. Точно так же нам нужно отключить Firewall. Здесь у нас Firewall называется UFV, по-моему. Uncomplicated Firewall. Я надеюсь, ничего не поменялось. System.CTL, статус UFV. И видим то, что Uncomplicated Firewall запущен. Точно так же, как в CentOS, мы его давайте с вами остановим. И точно так же мы с вами его задисейблим. Хорошо, то, что у нас и там, и там теперь System.D. И мы можем с вами и там, и там использовать одинаковые команды. Так, точно так же нам нужно посмотреть на C Linux. ETC. Так, тоже VIV сначала. C Linux. И здесь есть только Semonash.conf, насколько я вижу, да? Давайте посмотрим, что там есть через LS. Да, там только вот этот самый Semonash.conf. Совершенно не тот файл, который мне нужен. Может, у меня вообще не включен? C status. Давайте установим вот эти самые. Install. Policy. Core. Utils. Чтобы проверять, что у нас там происходит. Вот за это я люблю очень Ubuntu. Сама предлагает поставить пакет и сама же говорит то, что такого нет пакета. Ну ладно, чтобы такой пакет поставить, нам нужно обновить информацию о репозитории. Поэтому давайте мы с вами сделаем apt-update. Нам это, в принципе, пригодится. Сейчас он обновляет все информации о репозиториях, какие у него есть. Это CentOS у нас. За раз яма может проверить обновление, установить их в Ubuntu. Нам нужно сначала сделать apt-update, а потом сделать apt-upgrade. Отличная информация обновили. Теперь пишем apt-upgrade. И он скачает необходимое обновление. Но, опять же, у нас только-только вышел от дистрибутив. Ему буквально меньше месяца, поэтому у нас здесь обновлений поменьше. И теперь снова попробуем поставить полиси core-utils. Вот теперь он увидел то, что такие действительно есть. Он пытается их скачать и установить. Сейчас, когда он скачает и установит, мы сможем проверить командой c-status, что у нас там происходит с нашим долбаным C-Linux, который очень сильно мешает работе. А изучать, как его настраивать, нам на данном этапе не нужно. C-status. И мы видим то, что C-Linux выключен. Отлично, нам не нужно заморачиваться, он и так выключен. По умолчанию, молодцы, разработчики Ubuntu. Я их за это люблю. Давайте здесь тоже поставим, только не яма, а apt install. Что мы там ставили? vimproved, htop, 3, mc. Все, что вам может пригодиться. Он нам сейчас это все установит. И мы можем перезагрузиться после этого. И будем проверять доступ по SSH. Так как я вам сказал уже, что у меня эта машина сейчас получила IP-шник через NAT, у меня ее нет в моей реальной сети, и нам придется немножко извратиться. А именно нам нужно будет пробросить порт. Такой механизм есть у VirtualBox. Это довольно интересно, удобно. И мы им сейчас будем пользоваться. Если у вас вдруг это что-то не заработает, проверьте еще, что у вас на вашей реальной физической машине не включен firewall и не блокирует какие-нибудь порты. Вам нужно будет разрешить необходимые порты. Итак, давайте отправим эту машину в перезагрузку. Меня она больше на данном этапе не интересует. Главное, чтобы она завелась после этой перезагрузки. Я думаю, она заведется. Я же пойду в ее настройки. А именно в сети здесь, в сети NAT, вы видите, есть такая штука, как проброс портов. И я хочу сделать такой проброс портов. Если я подключаюсь на свою машину, на любой адрес, ну, если у меня несколько адресов на моей машине, несколько сетевых карточек, я оставлю здесь все по умолчанию. Допустим, на порт какой-нибудь 2.2.2.2. Надо, чтобы этот порт был на моей реальной физической машине. Открыт. Назову его, это правило, SSH to Ubuntu. Я хочу пробрасывать это на любой адрес моей машины с Ubuntu на порт 22. Я знаю то, что у меня SSH слушает порт 22. То есть, фактически, если я сейчас на своем компьютере полезу на порт 22.2.2, меня пробросят в виртуалку на порт 22. Собственно, вот все, вот такое правило. Нажимаю ОК, нажимаю ОК. Запускаю свой, свою пути. Я могу всегда подключиться на свою машину на петлевой адрес 127.0.0.1. Это есть адрес моей локальной машины. На порт. И теперь я говорю 22.2.2. Давайте я сразу сохраню эту сессию в надежде на то, что она у меня запомнится. Вот так, 2.0. Напишу Save. И попробую сказать Open. Вижу то, что прекрасно у меня выскочило предупреждение о том, что мы ни разу к этому серваку не подключались. Хотим ли мы начать ему доверять, найти его ключ? Говорим ему Да. Видим окно приветствия. Отлично. У меня был логин Симаев пароль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Пытались подключиться. Видим, что мы Да, попали в мою Ubuntu 18.04. Все прекрасно. У нее есть точно так же адрес 10.0.2.15. Но я смог на нее подключиться через свою виртуалку. И теперь могу с ней работать вот так вот через проброс портов. Это очень удобно. Все. Виртуалка обновлена. Пакеты установлены. Firewall выключен. SSH есть. Давайте мы ее выключаем. И делаем снэпшот. Да, только прав у Симаева нет на такие вещи. Поэтому скажем sudo-s сначала, чтобы перейти к пользователю root. И пользователем root, скажем, power off. Все. Машина выключается. И мы можем ее сейчас в выключенном состоянии сделать точно так же снэпшот. Назвать его, не знаю, clean, updated, new, fresh, как угодно. И вот у меня есть моя виртуалка с этим снимком состояния, на который я всегда смогу откатить. Итак, вот мы с вами скачали дистрибутив Ubuntu, создали виртуальную машину для нее, установили туда Ubuntu, сделали обновление, отключили Firewall, поставили нужные пакеты, пробросили порты, подключились по SSH, убедились в том, что связь есть, сделали снимок состояния, Ubuntu у нас тоже готова к урокам. На этом на сегодня хватит.